Декларация о независимости Армении Но одного заявления армянского премьера мало. Готово ли армянское общество отказаться от мифов и легенд о Великой Армении? Тем более сейчас, когда реваншизм в этой республике так активно подпитывается Францией. Снабжение оружием, показательный визит бригадного генерала национальной жандармерии Франции Уильяма де Мейера на место дислокации миссии ЕС в Армении. Все это мало похоже на заботу о простых армянах. Что за этим кроется, обсудим в передаче специально в субботу. Меня зовут Эльмира Мусазаде. Здравствуйте. В студии у нас Мурат Сададинов. Это политический обозреватель. По видеосвязи к нам подключается ВГАР Сеидов, политический обозреватель Азертач, спецкорп по Венгрии и Чехии. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со студии. Действительно, сейчас, казалось бы, наступило такое относительное спокойствие. О мире говорит и министр обороны Армении. Об этом заявил. О относительной спокойствии на границе заявил и президент Азербайджан не так давно. Но почему-то миссия увеличивается, так называемая гражданская. А бригадный генерал отправляется на границу для того, чтобы попозировать для местных журналистов. Для чего это делается? Для чего специально подогреваются настроения в обществе? Видите ли, я все-таки считаю, что определенные силы извне Армении не перестают продолжать свою деятельность в том направлении, что мирные процессы, которые обозначены и инициированы азербайджанской стороной, могут достичь определенных результатов. И в этом случае их влияние на регион ослабнет. Ведь если Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, если откроются границы, если начнется нормальное функционирование коммуникаций, то как смогут эти внешние силы влиять на этот регион, на Армению? Ну, на нас им трудно влиять, конечно же, но основным инструментом их на Южном Кавказе является Армения. Вот для этого мы видим, что создан такой широкий пропагандистский фон о том, что якобы Азербайджан собирается нападать на Армению. И исходя из этого, они постоянно расширяют свою наблюдательную миссию. Хотя они ее называют наблюдательной миссией, но в реальности это бывшие, являющиеся в отставке сотрудники спецслужб и Министерства обороны различных стран Европы, которые в один определенный момент можно вооружить, и они превратятся уже в вооруженные силы, которые находятся там. То есть я считаю, что вот эта деятельность, в основном это инициатором является Франция, и она использует платформы европейского своего влияния на определенные европейские страны, создала так называемую международную группу. Но в основном инициатором это является Франция, и вот этим методом она старается оставить в этом регионе свой фактор для влияния на процессы, которые идут в регионе. И я считаю, что это очень отрицательно воздействует на те мирные процессы, которые идут. Кстати, я еще скажу, что ведь по инициативе Азербайджана и по инициативе Турции одним из направлений было процессы мирного регулирования в рамках региональной безопасности, куда были включены и Иран, Грузия и Россия. В этом контексте наличие внешних игроков в такой форме тоже отрицательно влияет на деятельность этой платформы. Это тоже нужно учитывать. Спасибо большое. К вам хотелось бы обратиться. Последнее время мы видим такие довольно жесткие выпады в адрес Азербайджана со стороны, понятно, Франции, со стороны других определенных структур и определенных стран. Но всем понятно, что роль первой скрипки в этой антиазербайджанской истерии играет именно Франция. Для чего это делается? Неужели таким довольно странным способом Париж пытается закрепиться в регионе? И насколько это реально и отвечает интересам других стран Европейского Союза? Ну вот мой уважаемый коллега частично ответил на этот вопрос. Конфликт является для определенных сил, в большей части зарубежных, инструментом управления, инструментом давления на игроков в региональных. Поэтому есть силы, которые совершенно не заинтересованы в регулировании конфликта, в общем-то, уже большая часть остался позади, но не заинтересованы в окончательной точке, которую нужно поставить в этом конфликте, которая представляет собой, в общем-то, является заключением мирного соглашения. Есть силы, которые не хотят этого, большого секрета нет из того, кто стоит во главе этих сил. Естественно, там Франция в последнее время, ей удалось в общем-то тянуть в лодку свою и Германию. И вот совместно, вот эти два государства Евросоюза совместно начали очередную очередную кампанию, теперь уже на платформе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Совета Европы. И причиной, то есть движущей силой вот этой деятельности является нежелание, более того, я бы сказал даже стремление не дать конфликту найти свою уже окончательную точку в форме заключения мирного соглашения. Конфликт это инструмент, рычаг управления процессами в той или иной степени. Когда нет конфликта, естественно, уже нечем ее управлять, нечем, как говорится, невозможно оказывать никакого воздействия. Собственно, и без мирного соглашения у этих государств Франции и Германии нет особого, я бы сказал, нет тех возможностей, тех рычагов, какими они могли бы воздействовать на ситуацию на земле. Ну нет их, нет их. Но осознание того, что последняя соломка тоже может уплыть с течением, как-то нервирует эти государства. И поэтому этим, вот я считаю, этим обусловлено стремление вот этих государств по-всякому, любым образом не дать достичь, двум странам достичь, в общем-то, финишной прибой, заключить мирное соглашение. Потому что после этого уже вообще невозможно будет этим государствам даже мечтать о своем каком-то месте в этом регионе. Ну, Гамм, вот продолжение этой темы. А до чего может довести такая явно ангажированная политика и явно антиазербайджанская позиция, которую сегодня занимают некоторые страны? Ведь мы знаем, что сейчас все чаще и все больше азербайджанская сторона говорит в том числе о выходе из Совета Европы. К чему это может привести и чем может обернуться такая самая низкая точка в отношениях между сторонами, на ваш взгляд? Я не люблю давать прогнозов, но если попросить меня обрисовать ближайшее будущее вот этой истории, то я осмелился бы все-таки предположить, что дело не дойдет до окончательного выхода Азербайджана как из Совета Европы, так и из Европейского суда. Пока что стороны Баку и Страсбург пока что обмениваются, ну, я бы так сказал, показывают свои намерения, свои, в общем-то, те линии, которые они готовы перейти. Так, ПАСЭ пригрозил пока что только словесно, так, ввести какие-то там санкции против нашей делегации. В ответ на это наша делегация, в общем-то, сказала, что больно бы нам и нужны, что мы можем и сами покинуть, и, в общем-то, и покинуть. Стороны обменялись желтыми карточками, если можно так сказать. Но приведет ли это, вот этот обмен, к каким-то вот конечным действиям, шагам, я пока что осмелился бы выразить сомнения. Мне кажется, что до той последней точки все-таки дело не дойдет, и как ПАСЭ, так и Азербайджан, они найдут в последний момент какую-то вот точку соприкосновения, чтобы как-то избежать. Ну, а в целом, да, позиция высказана абсолютно четко. Если будет давление на нас, мы не потерпим. Да, мы готовы выйти как из Совета Европы, так и из Европейского Суда по правам человека. Мы готовы к этому. То есть теперь мы высказали так свою готовность. Теперь слово уже за Страсбургом. Готовы ли вы теперь продолжать давить на нас? Так, если да, то мы обозначили свои намерения. Теперь уже, да, будем ждать, как будут реагировать уже руководители Совета Европы. Спасибо, ваше мнение понятно. Мурат Малим, а что является такой красной линией для Азербайджана? Мы видели, что на попытке давления со стороны ПАСЭ Азербайджан отреагировал очень резко и четко. Что является такой красной линией со стороны Совета Европы? Эльмир Хам, буквально неделю назад в этой студии мы обсуждали те события, которые произошли в Парламентской Ассамблее. Я высказал такое предположение, что в ответ Азербайджан может приостановить деятельность Европейского суда на территории Азербайджана. Почему? И мы слышали уже заявление президента по этому поводу. Потому что если ПАСЭ, определенная группа лиц во главе с немецким депутатом, который возглавляет политическую группу социалистов, она, к сожалению, сейчас составляет там большинство, смогла добиться собрать определенное количество голосов и добиться решения ПАСЭ о замораживании права голоса азербайджанской делегации, будем говорить так, что без учетов основных принципов ПАСЭ, потому что Азербайджан, когда входил в состав этой организации, взял определенные обязательства. И в рамках основополагающих документов, это Европейская конвенция по правам человека и дополнительные протоколы к ней. Но когда мы видим, что определенная группа лиц под воздействием определенных политических сил извне использует вот эту площадку парламентской ассамблеи, которая является организацией для межпарламентского диалога, для давления на Азербайджан, и вот такими методами добивается определенных воздействий в отношении нас, то, конечно же, мы будем принимать ответные меры. Если вы отнимаете у нас право голоса, и мы не можем формировать, не участвуем в формировании структур Совета Европы, одной из них, которая является Европейским судом по правам человека, а именно, то есть в этой организации назначаются судьи, и азербайджанская делегация участвует в этих процессах, и она может выражать протест и так далее по назначению определенных судей, которые, в конечном итоге, принимают решение, в том числе по Азербайджану. Если мы не можем участвовать в этом процессе назначения и формирования этой организации, то почему мы должны исполнять решение этой организации? Вот этот юридический фактор. Но что касается политической, то мы сегодня видим, мы уже назвали Францию, ее деятельность в отношении Азербайджана, и мы видим, что Франция использует все возможные платформы, которые есть у нее в руках, не в интересах вот этих самих организаций, а в своих интересах политических интересов самой Франции. И в этом контексте мы видим, что, к сожалению, платформа парламентской ассамблеи стала одним из инструментов манипулирования той же самой Франции и стран, которые ее поддерживают в отношении Азербайджана. Когда мы говорим о манипулировании, когда мы говорим о стандартах, нужно же говорить четко. Я могу привести множество примеров, потому что я очень хорошо знаю деятельность этой организации, я работал с ней. Вот я приведу один элементарный пример. После сентябрьских событий парламентская ассамблея приняла доклад, где одним из требований является незамедлительное освобождение лидеров-сепаратистов. Вы представляете, люди, которые совершали военные преступления, люди, которые сами публично на пресс-конференции заявляли, что они отдавали приказы бомбить тяжелыми ракетами мирные города азербайджантов, которые повлекли за собой многочисленные жертвы. И в отношении их ПАСЭ требует их незамедлительного освобождения. Как это может быть? Это не отвечает стандартам этой организации. Это отвечает интересам Франции и этих сил, которые стоят за этим. Но если будем говорить о объективности, давайте посмотрим, что происходит сегодня в Корсике, что происходило в Каталонии. Вот, допустим, в Каталонии, Испании. Там арестованы лидеры вот этого движения, единственной виной которых было проведение референдума, мирного референдума о независимости. Они все арестованы, но ПАСЭ никогда не принимал решения по ним. То есть налицо двойные стандарты, предвзятые отношения к нам. Конечно же, Азербайджан должен принимать ответные меры, потому что это касается наших национальных интересов. И в этом отношении заявление нашего президента я полностью поддерживаю. Я считаю, что такими силами, такими действиями, которые используются сейчас ПАСЭ против нас, конечно, Азербайджан должен действовать адекватно. И мы всегда говорили, что с Азербайджаном невозможно действовать с позиции силы. На основе тех обязательств, которые мы взяли ПАСЭ, пожалуйста, мы всегда работали там, дискутировали, принимали участие, замечания, которые в отношении нас были, принимали, по некоторым спорили. Но этот процесс, я думаю, был важен и для нас, и для ПАСЭ. Но вы сами разрушаете этот процесс во имя проведения своих интересов, которые никаких результатов реальных не дадут. Да, вот вы говорите про однобокий такой подход со стороны ПАСЭ. Что-то я не помню заявлений, которые бы ПАСЭ делала во время оккупации Армении, азербайджанских территорий против... Это вообще большая тема, я вам больше скажу. Я, как представитель неправительственной организации, я участвовал в многих вопросах, связанных с этим. Я приведу один пример. В 2002 году был создан подкомитет по Карабаху в составе парламентской ассамблеи. И руководителем ее стал бывший президент Совета Европы Лорд Рассел Джонсон. Я был с ним знаком. И как-то я с ним встретился, и я начал расспрашивать о деятельности этого подкомитета. И он мне откровенно сказал, что, Мурат, армянская сторона отказывается участвовать в деятельности этого подкомитета. Но ПАСЭ не дало оценки деятельности армянской стороны по этому вопросу. Еще больше скажу. Важное, вот ПАСЭ же заявляет, что это организация, которая является главным таким стерзнеобразующим платформой по защите прав человека. Буквально на первой сессии, когда Азербайджан стал полноправным членом Совета Европы, я в качестве представительного правительства, выступал в комитете по правам человека. Я сделал заявление, что как это так, одна сторона члена Совета Европы держит в заложниках более 4 тысяч военнопленных, там и гражданские есть, другой стороны члена Совета Европы. А Советы Европы не реагируют на это. По этому поводу азербайджанская делегация поднимала вопросы и так далее. Но ПАСЭ тянул с этим вопросом, не назначал более 5 лет докладчика и лишь в 2005 или 2006 году они назначили докладчика. Но требование было, знаете, какое? Название доклада не должно быть наличия военнопленных азербайджанцев в Армении. Они изменили это название, они включили наличие военнопленных на всем пространстве Совета Европы. А на всем пространстве таких военнопленных нигде не было, кроме Азербайджана. Вот представляете, насколько они относятся к нам, вот это отношение. Даже название их пугало. И ничего по этому поводу не было сделано. Более 4 тысяч человек, до сегодняшнего дня мы знаем, что мы даже не получили информацию с армянской стороны о них, о их судьбе. ПАСЭ ничего не делало. То есть мы видим вот это тенденциозное отношение, мы до этого видели. Но когда мы освободили наши земли, то ПАСЭ приняло вообще очень такую агрессивную позицию в отношении нас. И вот некоторые моменты, связанные с правами человека, которые они озвучивают, они озвучивают это просто для вида. Основным фактором является то, что мы смогли освободить наши земли, мы смогли обеспечить суверенитет нашей страны на всей нашей территории. Вот это вызывает у них, как сказал наш гость, раздражение, у определенных лиц даже ненависть. Я приведу один пример. Наш депутат из парламентской ассамблеи на последней сессии он говорил, что Эльхин Гадырев сказал. Австрийский депутат выступает на ПАСЭ и говорит, что прекратите азербайджанская делегация говорить нам о том, что на территории Карабаха оставались сепаратисты, что Россия обеспечивает их контрабандным путем вооружения. Мы это все видели, мы это видели кадры, но нашим депутатам даже запрещали об этом говорить. И после этого мы разве можем говорить о какой-то объективном подходе? Конечно же, азербайджанская сторона должна давать адекватный ответ всем этим действиям. Да, к сожалению, те хвалебные институты, которыми так гордилась Европа, они уже давно, скажем, подгнили изнутри. Но, опять же, возвращаемся к тому, что все это не просто так, и за этим, безусловно, стоят сильные игроки, скажем, старый мир, старый свет, и в их числе Франция. Вот Мурат Малин сказал очень интересную вещь о том, что Франция использует все возможные платформы. Вы говорите, какие платформы, какие рычаги еще остались у Франции, и как нейтрализовывать вот это негативное, пагубное влияние, которое сегодня Франция оказывает? Ну, помимо платформы Парламентской Ассамблеи Совета Европы, так еще и платформа Европарламента, которая активно использует Франция. Есть еще и вот та миссия гражданских, так называемых гражданских наблюдателей, которые курсируют вдоль границы, условной границы, иногда там посматривают в бинохле, там что-то там пишут, отправляют. Вот эти вот платформы, эти инструменты пытаются использовать Франция. Недавно, кажется, это было, ну вот осень, да, 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 еще до антитеррористических мероприятий локального характера, Франция попыталась в Совете Евросоюза принять документ, который призывал страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана, но тогда ей не удалось, потому что нашлось государство, член Евросоюза, который, в общем-то, пообещал, что, в общем, не даст, мы догадываемся, о каком государстве идет речь, вот, но после этого, в общем, это еще одна платформа, так, добавок к ПАСЭ, Европарламенту и прочим, я бы хотел добавить к выступлению, уважаемого Мурат Малема, как говорится, реинформа, то есть подтвердить тезис о том, что еще больше озлобленность, вот, действительно, ПАСЭ еще больше озлобилась после победы Азербайджана, как в 44-гневной войне, так и затем, вот, в мероприятиях антитеррористического характера 23-го года, до вот этих бенчмаркс, да, то есть вот этих вот событий, да, мы, естественно, чувствовали зеленые, вот, негативные отношения со стороны, двойные стандарты, но вот после победы, после того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, восстановил полный контроль над своей территорией, отношения со стороны, как ПАСЭ, так и Европарламента, так, так и других институтов, очень резко ухудшилось отношение к нам, так, ну, не смогли эти государства переварить нашу победу, вот, не смогли, ничего не изменилось вроде, так, комиссия ООН, в общем-то, подтвердила, что никаких там признаков этнических числах не было, все было проведено, в общем-то, корректно, так, на это имелись и видеодоказательства того, как абсолютно учтиво обращались с теми представителями армянского населения, которые выезжали из Азербайджана в сторону Армении, то есть никаких таких вот даже мелких косяков, так, Азербайджан не допустил, но вот это еще больше их озлобляло, что у них на руках не было ничего, вот ничего, но вот это, это еще больше их озлобило, что у них нет ничего, что они могут представить от нас, у нас, это их озлобило, вот нашу победу они не смогли переварить, и поэтому вот те резолюции, которые были приняты после победы, как 20-го года, так и вот 20-го, они отличаются от предыдущих, большей такой резкостью, большим негативом. Это свидетельство, я объясняю это тем, что авторы этих изолюций, они понимают, что вот те рычаги, о которых мы говорили в начале выпуска, да, они уплывают из рук, и уже нет тех вот нитей, которыми они могли бы так вот как-то управлять процессами, да, как нам задобрить нас, допустим, или задобрить в ту сторону, армянскую сторону, уже нет, все уходит, все уплывает из рук, и это, к сожалению, для европейской стороны, и, к счастью, для нашей стороны, происходит очень открыто, то есть не прикрыто, и это можно видеть просто невооруженным глазом, и это облегчает нашу работу, когда мы разоблачаем их двойные стандарты, потому что настолько все лежит на поверхности, что уже, знаете, запровергать это невозможно. Ну вот скажите, вы сказали, что вот когда мы разоблачаем, это получается такая оборонительная стратегия, но мы видим, что в последнее время Азербайджан сам поднимает те вопросы, ту двойную политику, которую ведут некоторые страны Европы, в частности, вот мы говорили сегодня про Каталонию, говорили про Корсику, и вот сейчас Корсика это довольно болезненная такая болевая точка для Франции. Стоит ли ждать от Азербайджана переход в наступательную дипломатию и поднимание тех вопросов, которые довольно долго будировала Франция по отношению к нашему региону? Скажем, если, условно, Франция поддерживает сепаратистов, почему бы не поддержать народ Корсики? Конечно стоит, конечно стоит, и по этому поводу не мешало бы вспомнить, в общем-то, заявление Белимы Джереса по поводу того, что в Азербайджан, в общем-то, симпатия относится к освободительному движению народа Новой Каледонии, Корсики. Помните, была рекомендация в том заявлении, да в том заявлении содержалась рекомендация пересмотреть участие французского концерна Total в наших нефтегазовых проектах. Поэтому, да, уже постепенно начинается такой проектив, в общем-то, переход к наступательным действиям. Мы помним, как очень-очень недостойным образом поступила французская сторона в отношении нашей журналистки, которая летела в Новую Каледонию освещать митинги за независимость. Мы помним, как бакинская платформа в Женеве по поводу антиколониального движения народов, которые находятся под днём Франции, проводилась в Женеве. И по просьбе французской стороны власти Швейцарии не допустили участия. Кстати, гражданина Евросоюза, представляете, гражданина Евросоюза не допускают, чтобы он пришёл, я осветил вот именно ответственность. И вот сейчас вот ширится движение за независимость в Корсике, которые, я уверен, что в Азербайджане тоже с большой симпатией будут подходить. Но несмотря на то, что сами корсиканцы, в общем-то, сами лидеры за независимость в Корсике в своё время с большой симпатией относились к армянскому, в общем-то, сепаратизму, но оно и понятно, оно и понятно. Как говорится, в любой такой вот ситуации вот эти силы, они старались бы искать себе, ну, таким вот... Поддержку. Поддержку, да. Вот похожие такие вот схемы, чтобы как-то что-то... Ну, в данной ситуации, знаете, мы, впрочем, избавились уже от той проблемы, которая висела дамоклым мечом, да, на нас. Сейчас уже нет у нас вот той проблемы. Мы можем позволить себе полностью поддержать, да, корсиканское движение за независимость. Тем более, что, знаете, такая формула... Не хочу, чтобы это звучало грубо, но так оно и есть. Враг моего врага, мой ситуативный союзник. Поэтому не стоит исключать того, что у нас тоже будут звучать голоса в поддержку независимости корсики, тем более, что те методы, которые, да, применяет Париж, методы подавления, они, ну, просто выходят за все рамки позволительных. Вы же видели, вот, что произошло, кажется, вчера, да? Был рейд. Репрессии массового характера, да. Да, совершенно верно, да. И вот вы как раз сказали про парламент Азербайджана, вот в эфире телеканала Себи Синия однократно наши парламентарии говорили о том, что если французская сторона представляет себя большими армянами, чем сами армяне, то мы будем бороться за права алжирцев больше, чем сами алжирцы. Довольно интересная мысль. Да, да, да. Мурат, наверное, с вами хотелось бы эту тему продолжить. Вот, говоря про такого рода репрессии, мы видим, что здесь сама Франция, вот Старый Свет, страна, которая, в принципе, и начала всю эту антиазербайджанскую кампанию в различных институтах, нарушает принципы демократии. Почему молчит сама Европа? Почему молчат те хвалебные организации, которые призваны защищать права человека? Ну, начну с того, что, вот, первое, вспомним опять парламентскую ассамблею и тот же самый Совет Европы, куда входит Франция, и на территории Франции находятся все эти институты. Дело в том, что в рамках этой организации есть такая европейская рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. То есть туда входят все права, касающиеся национальных меньшинств, которые проживают на территории этого государства. Все страны, члены Совета Европы, обязаны ее подписать и ратифицировать, что сделал Азербайджан. Представьте себе, что Франция не ратифицировала эту конвенцию, которая бы обеспечивала бы правами национальные меньшинства, проживающие на территории Франции. Вы представляете? Страна, на территории которой находятся все эти институты, страна, которая нас обвиняет, что значит в чем, а сами, вот, и ПАСЭ этого не видит. ПАСЭ не поднимает эти вопросы прав национальных меньшинств на территории Франции. Конституция которой вообще запрещает упоминание о национальных меньшинствах на своей территории. Вот мы говорим сегодня о Корсике. А ведь Корсике это не сепаратизм. Нет. Корсика имела свою конституцию на 50 лет раньше, чем сама Франция. Корсика была страна, которая имела первую свою конституцию среди всех стран Европы. Как ее можно назвать сепаратистами? Франция просто ее в свое время оккупировала. И за все эти периоды на территорию Корсики шло национально-освободительное движение за свою независимость. И буквально, я очень интересную вещь расскажу вам, один из лидеров национально-освободительного движения в свое время даже совершил террористический акт, убил перфекта Каталонии. Он был арестован, ему дали пожизненное заключение, находился во французской тюрьме. Буквально два года тому назад его в тюрьме убили зверски. До этого он и многие из Корсики требовали перевода его на территорию Корсика, чтобы он там продолжил свое тюремное заключение для обеспечения его безопасности. Но, несмотря на это, Франция ничего не сделала и дала возможности. Очень подозрительная ситуация, что он был убит в тюрьме. То есть, вот очень много таких фактов. И буквально недавно, на днях, опять это движение начало свою деятельность. И были арестованы лидеры с особой жестокостью. Мы знаем, что опять волнение в Корсике. Вот один факт. Если мы говорим о Новой Каледоне, там вообще ужас творится. Там одним из островов, остров Майока, по-моему, называется, французы провели этническую чистку. Завезли туда совсем других людей. После этого они провели референдум, на основе которого они присоединили этот остров к себе, включили свою конституцию. Но Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, несколько раз принимала резолюции о незаконности этого решения. Но Франция с этим не считается. Вы сказали о Алжире. В Алжире это вообще геноцид, совершенный Францией, страна, которая еще считает своим долгом обвинять Турцию в этом. То есть эта страна совершила все эти злодеяния на территории Алжира после того, как Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о геноциде. Но несмотря на это, полтора миллиона человек, вы знаете, там целые деревья уничтожались. Там проводились ядерные испытания на открытом пространстве. И в качестве экспериментов они завязывали к столбам лидеров национальной освободительности в Алжире. А минная война, которую они провели, до сих пор в Алжире люди гибнут от этих мин. Кстати, опыт, наверное, Армения взяла опыт, вот этой минной войны в отношении нас, своих старших сестер, вот с Францией. И когда мы говорим о позиции Азербайджана, когда мы говорим, что а может нам пойти в наступление, вы знаете, хоть Азербайджан маленькая страна, у нас нет ядерного оружия, мы не члены Совета Безопасной, как Франция, но у нас хватит сил и средств ответить как следует. Азербайджан много лет возглавлял движение неприсоединения. И вы знаете, одним из принципов движения этого неприсоединения являлась борьба с колонализмом. И поэтому на этой платформе Азербайджан создал вот эту Бакинскую платформу. И мы будем поддерживать, мы будем поддерживать, значит, вот эти многочисленные заморские страны, которые в 21 веке Франция, которая считает своим правом нам что-то указывать, занимается колонализмом, содержит их в ужасных экономических условиях, в бедных условиях, и при этом заявляет, что это страна демократическая и так далее. Ну, я бы посоветовал им лучше заняться своими внутренними проблемами. Вот эта политика Макрона, которая сегодня вызывает у нас отвращение в нашем регионе, в самой Франции довела ситуацию до того, что мы видим фотографии, что творится в французских городах, что делают фермеры. В самом Париже уже окружает город. И все это политика Макрона, вот именно не учитывая, значит, мнение не только там других стран, допустим, Азербайджан, Третья страна, но он уже не учитывает мнение своих граждан. Когда эти события начались, президент Франции оставил страну, уехал в свои международные там поездки, при этом выставив под удар нового премьер-министра. Я вижу, что во Франции серьезные проблемы, серьезный кризис, политический кризис. Да, экономический кризис существует, но он перерос в политический кризис, и руководство Франции не дает себе отчета и не знает пути выхода из этого. И его деятельности в Евросоюзе в отношении нас, его деятельности в других платформах, о которых мы вот до этого говорили, они просто благодаря его деятельности, они дискредитируются в глазах не только нас, и других государств. И это будет, конечно же, очень плохо отражаться на перспективе деятельности того же ПАСЭ и других организаций. Да, совершенно верно. Вот как раз в эти дни проходят, насколько я знаю, митинги в Париже и других крупных городах Франции относительно закона о мигрантах. Крайне такой националистского характера, я бы сказала, документ. Ну вот, говоря про внутриполитические проблемы и навязывание своего видения мира, мы знаем, что есть еще одна, скажем, сверхдержава, которая активно это практикует. Я говорю сейчас про Соединенные Штаты Америки, в которых сейчас ситуация тоже довольно напряженная, я бы сказала, взрывоопасная. Мы видим, как Техас сейчас активно восстает, я бы сказала, против федеральных властей. К чему это может привести, такая нестабильность внутриполитическая? Будет ли это говорить о том, что какое-то время Соединенные Штаты будут сфокусированы на своих проблемах и будут меньше пытаться, в частности, влезать в наш регион и что-то пытаться диктовать другим странам? Видите ли, вот я вспомню, когда президент Байден после инаугурации начал свою деятельность, буквально первый же месяц он заявил о том, что Соединенные Штаты Америки возвращаются в большую политику. И после этого он сделал заявление о, впервые президент США и Соединенных Штатов Америки, впервые о несуществующем геноциде армян. Дело в том, что Байден является юристом и он должен понимать элементарную вещь. Нельзя назвать, даже если эти события происходили, их геноцидом, потому что закон о геноциде, принятый после Второй мировой войны, не имеет обратной силы. Это знает любой юрист-студент, но несмотря на это он об этом заявил. Тогда я подумал, что вот с таким заявлением и с такой формой возвращения в большую политику не принесет ничего хорошего ни другим странам, ни тем же Соединенных Штатов Америки. И сегодня результат налицо. Что творится сегодня на южных границах Соединенных Штатов Америки? Мы иногда говорим о позиции США, мы отмечаем, что это не в интересах Соединенных Штатов Америки и так далее. Но мы когда видим, что руководители этого государства, они сами, вот эти интересы Соединенных Штатов Америки, во имя своих предвыборных интересов, готовы растоптать. Вот то, что происходит сегодня на техасской границе, это же серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов Америки. Невозможно в таком количестве запускать в страну мигрантов. Это уже воздействует на саму страну. Об этом говорят уже губернаторы всех приграничных штатов. Они привлекают своих, значит, свою национальную гвардию. Но при этом, значит, спецслужбы, которые подчиняются Белому Дому, были направлены в регион для того, чтобы обеспечить вот этот проход огромного количества нелегалов. Почему? Потому что демократы опираются в основном во время голосования на мексиканскую диаспору, на цветных и так далее. То есть мы видим, что, знаете, своих выборных интересов, они готовы растоптать интересы Соединенных Штатов Америки. Что тут говорить уже о нас? Что вы говорите конкретно по Азербайджану? Да, вот я вижу, что в последнее время особенно это проявляется в деятельности некоторых сотрудников комитета по международным делам Сената Соединенных Штатов Америки. Ну, что можно сказать? Я в одной из передач назвал, что, наверное, это место председателя этого комитета куплено армянами. Потому что до этого известный этот фрукт Менделес, который там находился, и чем он там занимался, это уже известно всем. То есть все знают, сколько слитков золота было найдено у него дома, сколько денег, полмиллиона, по-моему, долларов в наличности было спрятано в костюмах его и так далее. Об этом все говорится, но они не успокаиваются. Вот его вроде покинул этот пост, но он остался в качестве сенатора. У меня вопрос. А неужели комитет по международным делам не догадывался, что председатель этим детям занимался? Догадывался. И многие этим детям занимаются. И сегодня они выстроились в очередь перед армянской диаспорой, готовы на любое, лишь бы они их финансировали, лишь бы они им помогли во время выборов, накануне же выборы. Мы видим, что осенью выборы. И вот сейчас все стараются ради выборов, ради достижения своих целей, интересы Соединенных Штатов Америки за рубежом их не интересуют. Поэтому они будут и вот вновь назначены, председатель комитета и многие другие, будут соревноваться, кто больше армянин, чем сами армяне. Но в итоге это не принесет никаких результатов самой Армении. И я вижу, что, видимо, ее руководство Армении уже начало понимать об этом. Потому что мы видим, что все больше и больше они уже прислушаются к мнению Азербайджана. Требования, которые мы поднимаем перед ними, они уже озвучиваются. Я думаю, что это будет предмет следующего вашего вопроса. Да, совершенно верно. Вот хотелось бы просто добавить, что как раз-таки тот же самый Джо Байден как-то сказал, что политика это продолжение личных контактов. И не будем забывать, что как раз-таки администрация, которая сейчас занимает Белый дом, она является самой проармянской. То же самое можно сказать про Саманту Пауэр, человека, который довольно близок к президенту, который известен своими связями с армянским лобби. Но вот продолжая эту тему, к вам обращусь, мы так затронули так называемый геноцид армян. И это очень интересно, потому что именно вокруг этой идеи многострадального народа во многом и складывалась армянская государственность на протяжении довольно долгого времени. Так же, как и вокруг мифа о Великой Армении. Практически везде можно услышать чуть ли не воспоминания про Тиграна Великого и все прочее. Насколько армянская сторона готова отказаться от этих мифов? Ведь они действительно прописаны в основном законе этой республики, в конституции этой страны. Насколько будет готово все-таки столкнуться с реальностью армянское общество? Вот видите ли, сейчас армянское общество, само государство Армении подошли вместе к той точке, когда уже нравится, не нравится, но нужно уже отказываться. Потому что если поставлена цель улучшить отношения с соседними государствами, с азербайджанами, с Турцией, то без этого невозможно. Да, понятно, что нарратив о геноциде, он очень плотно и очень глубоко засел в сознании армянского народа. Выкорчевать его оттуда очень тяжело, потому что этот тезис уже превратился чуть ли не в элемент религии. То есть его нельзя обсуждать, его нельзя спаривать. В него можно только верить. Поэтому чем больше мы живем, тем больше я начинаю называть геноциды армян одной из форм религии. Потому что ее нельзя опровергать, ее можно только верить. Но, знаете... Да, потому что никакой критики она не выдерживает, по сути. Да, да, да. Отрицать нельзя, обсуждать нельзя, подвергать сомнению нельзя. Нужно только признавать и все. Но если уж поставлена задача достичь нормальных отношений с соседями, чтобы, в конце концов, и границы открылись, то рано или поздно к этому надо будет идти. Надо будет все-таки начинать уже выкорчевывать самостоятельно свое сознание. Хотя бы для начала, хотя бы делать вид, что... Поэтому это неизбежно. И это касается и тех положений Конституции Армении, которые тоже придется, как бы ни было тяжело, но придется им удалять, да, действительно. Потому что без этого никакой мирный договор невозможен. Ну как, заключаем мирный договор, а государство, которое ставит подпись в Конституции, оказывается, написано, что она когда-то там воссоединилась. Так, это нонсенс. Поэтому условие, оно категорическое. Необходимо провести полную инвентаризацию всех актовых документов, всех законов. Полностью очистить все законодательные акты от любых намеков на то, что могло хотя бы даже в малейшей такой форме подвергнуть сомнению территориальной ценности Азербайджана. А что касается Турции, то, естественно, необходимо удалять уже из государственных символик те элементы, которые представляют собой откровенную претензию на территорию. Это и гора Агрыдак, так, Гербии. Это и упоминание, там, что-то там касательно геноцида, там, Конституции. Потому что для чего вообще создан этот миф о геноцизе? Что лежит в основе? Конечная цель – это территориальные, в общем-то, компенсации, там, репарации и территории. То есть это тоже один из инструментов территориальных претензий к Турции. Поэтому, да, это болезненный процесс. В Германии был процесс деноцификации. Ну, в Армении придется проводить... И Армении придется пройти свой путь дегенотизизации, демиоцизмизации, как еще называть. Это неизбежный процесс, да, болезненный. Но, а кто же, собственно, вас и толкал на все это, на бета-тупик, из которого вам сейчас надо выходить? Кто же сами? Ну, хотите мира, так, действуйте так, чтобы мы действительно поверили в вашу искренность. А если не действуете, то как можно заключать с вами мирный договор, так, имея в качестве подписанта вот сторону, которая по-прежнему так содержит в своих документах, в своих конституциях вот такие положения? Да, процесс болезненный, но необходимый. И я почему-то оптимистически настроен. Я уже вижу, что нынешние действия кабинета Пашиняна, они говорят о том, что... Ну, уже сегодня даже где-то прошла новость о том, что в течение трех или четырех месяцев, скорее всего, пройдет референдум. Как он завершится, сказать пока трудно, но я думаю, что все-таки новая редакция Конституции, она уже не будет содержать вот этих номеров. Ну, будем надеяться. Этого мало, этого мало, этого мало. Первый шаг. Мурат, наверное, согласны ли вы с тем, что это может стать первым шагом для заключения мирного договора? Ведь мы всю новейшую, скажем, историю привыкли слышать от армянского лобби, от армянских представителей в тех же самых политических институтах на Западе, о том, что вот Азербайджан агрессор и так далее. Но здесь мы видим явно, что все-таки территориальные притязания прописаны именно в Конституции Армении. Эльмира Хануна, после завершения 44-дневной войны, я, наверное, больше всех из азербайджанских политических образователей затрагивал вот эту тему Конституции Армении. Дело в том, что все заявления, которые делает Пашинян, хоть на двухсторонней платформе, хоть ездит к Гранаде делать заявления о признании территориальной ценности Азербайджана, о том, что Карабах – Азербайджан, получаются неконституционными, потому что Конституция – основной закон страны, где четко прописана, ссылаясь в преамбуле на Декларацию о независимости, об объединении Карабаха с Арменией. Поэтому требования азербайджанской стороны – это очень принципиально. Армения должна, в первую очередь, изменить, что она хочет изменить – Конституцию хочет изменить, или же Декларацию о своей независимости. Но упоминание о присоединении Карабаха не может быть речи. Это первый фактор. Второй фактор – там есть и притязание к так называемому западной Турции. Этот момент тоже. Вот эти вопросы должны быть удалены, и лишь после этого мы можем говорить о каких-то перспективных мирных переговорах. Потому что в таком случае, если даже Пашинян подпишет, а кто гарантирует, что завтра придет другой премьер-министр, не заявит, что эти действия выявили неконституционными. Поэтому армянская сторона должна все это сделать. Что касается их заявления о Миа Цуми, это все закончилось. Понимаете? Эти вопросы решил Азербайджан, азербайджанские военнослужащие, азербайджанская армия и наш главнокомандующий, господин президент. Поэтому об этом даже не стоит говорить. Да, некоторое время определенные силы на Западе будут озвучивать эти моменты, но это будет происходить по инерции. И почему? Потому что определенные лоббистские организации на этом делают бизнес. И это система зарабатывания денег. Она по инерции будет существовать, но постепенно она тоже будет затухать. Спасибо большое, Афгаман. Да, я вижу, что вы хотите что-то сказать. Попрошу вас очень коротко. Эфирное время наше подходит к концу. Да, есть еще одно постановление, кажется, принятое в 92-м году парламентом Армении, о том, что любые законы, которые предполагают нахождение Карабаха в составе Азербайджана, они не имеют силы. То есть надо начинать с этого закона. Чтобы потом следующие кабинеты армянские не говорили о том, что то, что вы провели там референдум, является незаконным. Надо начинать именно с того постановления. Отмены постановления армянского парламента от 92-го года, по которому, согласно которому, любые законы, которые, согласно которым, Карабах является частью Азербайджана, являются недействительными. Вот это надо отменять. Да, спасибо вам большое. Я вас благодарю за эту дискуссию. Действительно, мы в последнее время очень много говорим о мире. И вот будем надеяться, что заявления армянских политиков, политических деятелей о том, что все-таки они хотят мира и стабильности в регионе, найдут свою, в том числе, и правовую основу. Я вас благодарю еще раз за эту дискуссию. Спасибо нашим телезрителям. Я напомню, что в эфире телеканал Сибиси была передача «Специально в субботу». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин